Введенный пропускной режим на территории Саратовской области вызывает множество вопросов у жителей, как пешеходов, так и автомобилистов. Куда можно идти или ехать при наличии пропуска? Что позволено, если пропуска нет? За что штрафуют и на каком основании? Все эти вопросы мы адресовали представителям органов правопорядка. За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины предусмотрены штрафные санкции. За невыполнение гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, согласно положениям статьи 20.6.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. В суде уже рассматриваются дела на основании протоколов об административных правонарушениях. Блаковцы по-прежнему не стремятся к самоизоляции, гуляют в парках, скверах, едут на встречу с друзьями в разные районы города. Так, за минувший период органами правопорядка было составлено около 30 протоколов. И в суде их рассматривают незамедлительно. Пропускаем и спрашиваем. Человек, если идёт, спрашиваем документы, если он сработает, направляет домой, предъявляет паспорт, показывает место регистрации, что он действительно говорит, где он работает. И по пути следования это видно, что человек с работы действительно направляется домой. Беседуем, проводим разъяснительную работу. Город – это у нас всё общественное место. Улица, парки, скверы, дворы, школы, детские сады – это всё являются общественными местами. Человек, который передвигается, ему необходимо минимизировать нахождение на улице. Он может обратиться либо за медицинской помощью, либо за покупками продуктов, что необходимо ему, либо в аптеку. Так, по возможности, надо находиться дома. На дорогах к Балакова и на выездах из города теперь постоянно дежурят сотрудники ДПС. Они останавливают машины, пропуска проверяют у водителя пассажиров, расспрашивают, куда они направляются. У водителя проверяются документы, то есть предусмотрены правила дорожного движения, то, что водитель обязан иметь при себе, и в том числе пропуска. То есть пропуска у нас выданы, подписаны главой администрации на право передвижения, то есть на работу и с работы. Проводится с ним разъяснительная беседа, что без надобности он не покидал дом. Люди в основном понимают, они объясняют тем, что я еду на работу, либо еду на дачу, либо везу продукты престарелым. Люди, которые двигаются у нас на дачу, они уже знают, что нужно с собой иметь дачную книжку. Отметим, что в ходе обсуждения данного вопроса на региональном уровне говорилось о том, что излишних требований к пешеходам и водителям предъявлять не следует. Поэтому пока на автовладельцев протоколы в Балаковском районе не составляли. Внимание уделяли грубым нарушениям со стороны пешеходов. На территории Балаковского муниципального района полиция исключительно останавливала и профилактически вела беседу с водителем транспортных средств, куда они едут и для чего они едут. Никаких излишних требований и уж не более штрафов из 450 остановленных машин не было. Как будет проходить распространение коронавируса на территории Балаковского района, зависит в первую очередь от всех нас. Можно говорить, что пропускной режим нарушает чьи-то права на передвижение. Можно придумывать кучу причин, почему человек оказался вдали от дома без пропуска. Но этими уловками мы можем лишь обхитрить полицейских или ввести в заблуждение судью, чтобы избежать штрафа за нарушение. Но мы не сможем обмануть опасный вирус, который передается от человека к человеку. А потому победить его можно, лишь оградив себя от лишних контактов. Главное управление ВДР по Саратовской области призывает жителей соблюдать режим действующих на территории региона вынужденных ограничений. Оставаться дома и не покидать жилище без крайней необходимости. Напоминаем о том, что при выходе из дома необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность и обосновывающие пребывание в общественном месте в период полной самоизоляции.